В России от заболеваний, которые спровоцировало курение, ежегодно умирает около 300 тысяч человек. Это больше, чем от дорожно-транспортных происшествий, употребления наркотиков, алкоголя или от СПИДа. Проблема табака очень старая. Разные аспекты рассматриваются, разные методы используются, чтобы как-то снизить количество курящих. Это и правовые аспекты, и медицинские аспекты. И мы знаем, что запрещена реклама. И тем не менее, как-то результаты не очень нас радуют. Никотин вызывает сильную зависимость. Это подтверждает статистика. 8 человек из 10, кто пробовал табак, становятся заядлыми курильщиками. Также за последнее время количество женщин с сигаретой стало больше, чем мужчин. И помолодели такие заболевания, как хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма и рак легких. На первое место у нас выходит Россия именно по табакокурению. И, к сожалению, эта цифра, ну, есть тенденция к уменьшению. И все-таки среди молодых потребность высокая. Так у меня на приеме, как недавно был мужчина, и когда я ему попали вчера, задала вопрос, когда он начал курить, 6 лет, курил по 3 пачки. И, конечно, там поражение любочной пляжи очень большое. На такие жертвы люди идут по нескольким причинам. Молодые, чтобы влиться в коллектив, взрослые таким образом переживают стресс, считают психологи. В психологии есть разные точки зрения, очень интересные на взаимосвязи человека, сигареты, на курение. Одна из них, например, заключается как раз в психологических особенностях курильщика. И звучит оно примерно так, что люди, которые курят, они очень мало умеют получать удовольствие от жизни. Сегодня существуют эффективные методы лечения, а также средства, которые заменяют никотин. Но это точно не новомодные вейпы или кальяны. На самом деле, вот эта подогретая жидкость, которая порой не выдает, там очень много, это очень вредно для организма этого вещества. В Сахстане проводили исследования, собственно говоря, нормальные исследования провели. Для казалось, что в кальяне находятся стресс-тарковки, ста филоков, синевной палочкой. По словам специалистов, бросить курить можно как самостоятельно, так и с помощью профессионалов. Для этого в Владивостоке существуют специальные бесплатные программы. За последний год к врачам-наркологам обратилось более 2000 человек. Это на 500 курильщиков больше, чем в 2015. А еще Всемирный день отказа от табака может стать поводом навсегда избавиться от вредной привычки. Стоит только захотеть. Алина Черненко, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.